А вы в курсе, что в Краснодарском крае с начала этого года было заведено порядка 190 уголовных дел, связанных с недобросовестными застройщиками? Усилиями краевой администрации для каждого такого недостроенного дома ищут нового инвестора. Власти обещают, там, где новый застройщик найден, дома будут обязательно сданы в эксплуатацию. Конечно, не сразу, но гарантированно. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Но на Кубани уже утвердили план завершения строительства домов, сроки сдачи которых сильно затянуты. Речь идет об объектах с долевым участием. В большинстве случаев по каждому из таких домов уже составлены дорожные карты. Об этом шла речь на одном из последних специальных совещаний в администрации Краснодарского края. Туда, помимо обманутых дольщиков, пригласили и глав городов, в которых насчитали больше всего долгостроев. Это Краснодар, Анапа, Новороссийск и город Сочи. Смотрим сюжет и далее вернемся в нашу студию. Седьмое небо. Возведение каждого долгостроя. Их копии направить региональным властям и самим дольщикам. Последние заявляют. Документы к ним не дошли. Вы дали четкое задание. Предоставить план-график. Не поверите, ничего предоставленного до сих пор не было. Уважаемый Вячеслав Иванович, поручение выполнено, план-график предоставлен до конца года. Вы с ними же контактируете. Чтобы люди понимали, что их ждет через неделю, через месяц и к концу года, что их ждет. Тот график, который вы дали. Вы кому дали? Предоставили и инициативной группе, и отчитались перед Андреем Анатольевичем. Где этот график? На сегодня графика мы не видели в репортаже. Вы между двоих можете разобраться? До конца совещания. Этот график, он сидит Ирина. Вы ей и Андрею Анатольевичу на стол положите. И Сергею Анатольевичу. До конца совещания вы можете выйти и принести этот график. Есть предел терпения моего. Я понимаю, что вы стараетесь, но дело в том, что мне нужен результат, а не видимость действий. Ждать окончания совещания не пришлось. Все бумаги были переданы уже через несколько минут. Чтобы достроить проблемные дома, практически в каждом случае приходится привлекать новых застройщиков. Сегодня они тоже за столом переговоров. И к ним такое же требование губернатора – составить график всех работ. Ведь есть примеры, когда новый застройщик годами не может завершить возведение многоэтажки. Например, как это случилось в Новороссийске, где у подрядчика просто не хватает денег довести дело до конца. Уже есть два со-инвестора, которые предварительно согласны участвовать в строительстве наших объектов. И к концу ноября мы готовы представить отчет о проведенной работе по привлечению со-инвесторов. От этого результата будет зависеть уже сроки завершения работ по объектам. Вы изначально или прибыль уменьшите, или аппетиты. То есть не нужно браться застройку того, что не можете построить. Дайте тот алгоритм, который их обнадежит. И не то, что обнадежит, вы еще его реализуете. Этот алгоритм. На совещании глава региона детально разобрал ситуацию самых проблемных объектов. Больше всего таких домов, конечно, в Краснодаре. Сегодня практически по каждому найдено решение. Долгострои есть в Сочи, Анапе, Новороссийске и Горячем Ключе. Согласно составленным дорожным картам, достроить многоэтажки планируют до конца 2020 года. Но это только те дома, которые зарегистрированы в краевом реестре, а дольщики официально признаны обманутыми. И чтобы выполнить эту задачу, необходимо уже сейчас приступить к работе с инвесторами, считает Кондратьев. Все равно слабо, я считаю, ведется поиск тех инвесторов, которые будут достроивать. Слабо. Вместе тогда давайте понимать, неважно, это будет администрация тех муниципальных образований, где эта проблема существует, краевая администрация, непосредственно дольщики. То есть весь спектр возьмите, рассматривайте, лишь бы была уже гарантия в том дострое. Все коллеги, которые от власти здесь сидят, мэры городов, руководители департаментов, управлений, вот никакие объяснения, почему не получилось, мне не нужны. Вы можете мне вообще ничего не говорить, ничего промежуточно не докладывать, но результат выдать. И все проблемные дома, которые сегодня проблемные, должны перестать быть таковыми. Все. Вот это все, что сегодня мне нужно. Разговор на эту тему было принято продолжить. По поручению Вениамина Кондратьева в крае создадут координационный совет, в который также войдут руководители всех силовых структур. Первое заседание проведут уже на следующей неделе. Ну, что касается Сочи, на курорте таких проблемных домов становится все меньше и меньше. Так, например, только за последнее время из краевого реестра были исключены 10 таких вот проблемных объектов. Дома достроены, это порядка двух с половиной тысяч квартир, и люди, наконец, получили ключи от заветных квадратных метров. Но по-прежнему остается еще 18 многоэтажек, вопрос по которым пока не решены. Ну и о рынке недвижимости на курорте мы сегодня поговорим с вице-президентом гильдии риэлторов города Сочи, Михаилом Титовым. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Добрый день. Очень рады вас видеть в нашей студии. Спасибо, что к нам пришли. На наш разговор хотелось бы начать с гильдии риэлторов. Когда появилось это объединение тех компаний, которые работают в сфере недвижимости, с какой целью оно было создано, и как, может быть, с течением времени поменялись эти цели? Гильдия риэлторов создана была у нас в 2008 году, в августе месяце, для объединения всех компаний, для создания, будем так говорить, как раз вот именно рабочей группы, которая бы объединила рынок недвижимости Сочи, чтобы мы могли вместе консолидироваться и быть каким-то сообществом, которому мы могли бы прислушиваться и застройщики, средства массовой информации. Тогда как раз и начиналось развитие интернета, и печатные СМИ уже уходили, другие, допустим, поднимали планку. Шрифт в газетах становился меньше, газеты становились толще, и нам нужно было приходить к какому-то консолидированному решению. Практически за это время гильдия, конечно, увеличивалась, уменьшалась, ну, это рынок у нас, так создалась ситуация, что, в общем-то, какие-то новые компании приходят, некоторые с рынка уходят, но тот костяк, который был еще тогда, он остался, это очень радует. Ну, сколько это компаний сегодня объединяет гильдия? На сегодняшний день это 10 компаний, вот, ну, у нас идут переговоры, в общем-то, все интересуются, вот, даже вот, забегая чуть вперед, по первому съезду риэлторов, то есть, опыт был положительный, сейчас много компаний, будем так говорить, уже сейчас подают заявление на вступление в гильдию. Как раз-таки о съезде риэлторов в городе Сочи впервые прошло такое мероприятие в городе. Если можно, его итоги, и почему раньше в таком формате не собирались? Ну, на самом деле, я проводил уже первое собрание риэлторов, тогда приезжал у нас генерал с Росфинмониторинга, тогда мы как раз представляли МФЦ, который открылся, будем так говорить, более семи лет назад. Несколько компаний пришло, посмотрело на все это, ну, сказали, нам пока это еще рано, вот, но попытки были, то есть, мы даже приводили на это первое собрание одного из тренеров, бизнес-тренеров, чтобы он провел тренинг. Ну, у нас такая публика, что, в общем-то, они даже за бесплатно на тренинг не остались. Вот, ну, как бы это был, может быть, первый блин, который прошел комом. Мы это делали все своими руками, своими силами, своими финансами. То есть, исключительно профессиональное сообщество? Исключительно, да, профессиональное сообщество. Как бы попытка была, вот, но сейчас это просто уже момент назрел, и, в общем-то, сейчас к нам уже прислушаться администрация. Спасибо большое, что дали нам площадку собраться. Плюс у нас сейчас, до этого я был единоличным президентом, сейчас вот мы сделали так, что президенты раз в два года меняются. И как раз свои полномочия Сергей Балясников, предыдущий президент, передал Юлию Усачевой. Вот, это все было так торжественно, все хорошо. И, в общем-то, и представители много выступило, которые полезную информацию донесли. Там были не только риэлторы, а, в общем-то, те, кто близок к этому сообществу. Но я хочу сказать, что, в общем-то, уже какой-то первый шаг сделан. Ну, и наверняка теперь съезд уж точно будет ежегодным. Ну, мы бы хотели, конечно, немножко чаще или хотя бы раз в квартал встречаться. Для этого, собственно говоря, была создана рабочая группа в главе с главой. Ну, в общем-то, в принципе, задач очень много стоит. Задач очень много стоит. И, в общем-то, было бы интересно, если бы мы все были в это все вовлечены. Потому что, на самом деле, и агентств недвижимости очень много, и риэлторов очень много, и ситуация, к сожалению, разрозненная. Мы не можем донести те посылы, которые сейчас у нас есть, до всех, потому что у нас как бы нет единой площадки. Если мы выработаем какую-то стратегию движения вперед и будем ей следовать, то я думаю, что какой-то момент у нас настанет, когда уже это будет такой красивый посыл, что, допустим, если что-то делать нельзя, то это делать нельзя, и это делать никто не будет. Сейчас мы пока только находимся вот в зародыши. Ну, и как раз-таки о той самой созданной рабочей группе, в которую вошли и сотрудники городской администрации, и застройщики, и клиенты, и, конечно же, риэлторы. И одна из тем, это проблема, конечно, обманутых дольщиков. В Сочи их сегодня больше двух тысяч. Цифры, конечно, к нашему счастью уменьшаются, они растут. И все-таки какую роль вот в этой рабочей группе могут сыграть риэлторы? И сыграть роль в том, чтобы обманутых дольщиков, ну, может быть, и стало меньше, и не появлялось новых? Ну, в общем-то, мы все равно к этому придем, рано или поздно. И хочу сказать сейчас уже этому большое уделено внимание. Мы со своей стороны, именно с членами гильдии, очень много соглашений уже подписали о том, что мы вообще никаким боком не относимся к тем застройщикам, которые строят без разрешения. Созданы все эти списки, они есть на сайте гильдии риэлторов в Сочи, они есть на сайте администрации. Все, что где-то там с нарушениями какими-то, оно попадает в эти списки. Мы их всегда анализируем. И, в общем-то, даже есть некоторые программы, которыми риэлторы им пользуются. Они, эти разработчики, тоже сейчас начали прислушиваться и сделали отдельно. То есть они не могут, конечно, не рекламировать эти объекты, потому что, в общем-то, люди за это платят деньги. Но, с другой стороны, мы, по крайней мере, об этом знаем, что именно вот эти объекты, ну, просто нежелательно для продажи. Со своей стороны, как бы, мы, естественно, подписали и Хартию, подписали и соглашение о том, что никто из наших членов не может это подписать, потому что вплоть до даже исключений из гильдии. Вот, по крайней мере, мы такими объектами не торгуем. Много агентств сейчас вообще занимается теми объектами, которые уже сдано эксплуататься. Ну, или, в крайнем случае, те, которые по 214 федеральному закону. Избежать, конечно, проблем обманутых дольщиков сложно, но, как бы, закон к этому идет. Естественно, что застройщик даже по 214 закону может обанкротиться. Вот, ну, тут уже, как бы, дело каждого. То есть, если ты не хочешь рисковать, не хочешь складываться на этапе, там, строительства, тогда дождись, дождись, когда объект будет введен в эксплуатацию, когда все коммуникации будут к нему подключены, и, пожалуйста, покупай. Но многие люди просто в силу своей неграмотности, к сожалению, вот, попадали в такие ситуации. Ну, и, конечно, риэлторы. Сейчас, вот, как раз на съезде риэлторов были серьезные люди, которые сказали, что за все вот эти провинности риэлторов они будут наказаны. Как? Это вот сейчас как раз начинается работа в этом направлении. Но, со своей стороны, как бы, даже хочу сказать, что, ну, стыдно было бы людям просто предлагать какие-то объекты, на которые было бы просто стыдно, и ты просто, получается, что ты обманываешь людей. Люди должны приезжать в наш город и радоваться, то есть город праздник, а тут, получается, что они сталкиваются с такими проблемами, которые, в принципе, могут не решиться. Вот. Но сейчас, как бы, в любое агентство вы можете зайти, те, кто, допустим, в нашей гильдии, естественно, сразу там и список тех объектов, которые не подлежат продаже, которые мы не рекомендуем, и, соответственно, никто вас не поведет туда, куда везти, в общем-то, не надо. Потому что те, вот, кто работает в гильдии, сотрудники все аттестованы, то есть они все трудоустроены. В принципе, те люди, которые хотят работать и дальше, и отдать себя этой профессии, соответственно, никогда не будут делать что-то противозаконное. Потому что у нас в списке существует тех риэлторов, которые когда-то на чем-то попались. То есть либо они обманули кого-то. То есть помимо черного списка домов есть черные списки риэлторов. Ну, может быть, они не черные, но списки риэлторов того, что, допустим, никто из руководителей не может их принять на работу, потому что они должны знать о том, что просто риэлторы сбегают, они из одной компании в другую пришли. Ну, те, кто, к сожалению, не в членах гильдии, конечно, они не общаются с нами, не обсуждают этих риэлторов. Хотя у нас очень много групп созданных в WhatsApp, в Viber, в Telegram. То есть мы всегда между собой общаемся. Когда кто-то новый человек приходит, мы, конечно, спрашиваем, а что вам о нем известно, есть ли у него какие-то там темные истории. Поэтому хочу сказать, даже вот из таких мелочей создается то правило, что, допустим, объекты, мы, которые продаем, мы их, в принципе, стараемся изучить, изучить их историю, изучить всею юридическую составляющую. И те самые клиенты, допустим, они должны быть готовы к тому, что, допустим, какой объект они приобретают, чтобы ни в коем случае не попасть в какую-то нехорошую ситуацию. Ну, один из таких проблемных объектов, которые вот уже несколько лет никак не могут достроить в Сочи, это ЖК-курортный на улице Ленина. По проекту это комплекс из 53-этажных зданий. Проблем на объекте действительно много, но один из выходов, который был найден, это поменять подрядчика. По заверению застройщика Юрия Аганяна, дольщики смогут заехать в свои квартиры в начале второго квартала 2018 года. Об этом стало известно на совещании, которое в Сочи провел вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко. У нас есть сюжет. Давайте посмотрим. Застройщик ЖК-курортный Юрий Аганян пояснил, что в ближайшие дни планируется подписание договора с новой строительной организацией. Вот здесь присутствует подрядная организация «Заустрой Интернешнл». Значит, с сегодняшнего дня генеральным подрядчиком объекта является «Экранная компания». Сдавать дома решено поэтапно. Первая очередь 22 дома. Они, к слову, по документам должны были быть сданы еще в 2016-м. Те дольщики, которые вложились в квартиры из других домов, отметили на совещании, а всего их планируется построить полсотни, смогут обменять свои квадратные метры. Всего же свои средства в ЖК-курортный вложили порядка 430 дольщиков. Необходимо в первую очередь, в первую очередь, это решить вопросы с дольщиками. Их можно решить только путем года в эксплуатацию в первую очередь с правительством. Это вот тот минимум, который необходимо выполнить для реализации всего проекта. Поэтому, чтобы снять проблему дольщиков, в первую очередь необходимо с ними заключить дополнительные соглашения. Второе. В срочном порядке нужно получить их условия на подключение к воде и свету. Еще одна из первостепенных задач – это затянувшаяся проблема с водоводом на улице Медовая. Вследствие поздневных процессов на протяжении 2013 по 2017 год происходит регулярный разрыв линии водоводов. Только в течение 2015-2017 года произошло 7 высот аварий на наказанных водоводах. Вследствие чего на длительное время, от нескольких часов до нескольких дней, значительная часть аварийского хостинского района находится без воды. Застройщик заверил, что исправит ситуацию. Работы на водоводе уже близки к завершению. Затраты на аварийный ремонт водовода он берет на себя. Строительство этого жилищного комплекса, как и всех остальных подобных объектов, находится на контроле у представителей города и края. Администрация Сочи регулярно проводит встречи застройщиков, представителей ресурсоснабжающих организаций, прокуратуры. Главная цель, чтобы люди, вложившие свои средства в долевое строительство, смогли как можно скорее вселиться в свои квартиры. Понятное дело, что агентства недвижимости разными способами пытаются привлечь внимание к себе. И некоторые, к сожалению, не всегда украшают наш город. Сейчас я говорю о расклеенных повсюду объявлениях, которые либо напечатаны, либо даже написаны от руки. И растяжки на домах, на фасадах тоже не являются украшением нашего курорта. Вот проводит ли какую-то работу гильдия с такими агентствами недвижимости, которые выбирают такой способ рекламы? Ведь здесь вопрос не только в красоте, но и в нарушении правил благоустройства нашего города. Да, у нас было рабочее совещание у замглавы. Мы-то все понимаем. Естественно, он так и сказал, что здесь пришли как раз самые добросовестные, те, кто это не делает. Но с другой стороны, я же встречаю таких же руководителей агентств недвижимости и говорю, что мы были там-то, там-то, а вот сейчас будет то-то, то-то. Я говорю, а что за это будет? За это будет штраф, за это будет как минимум. Но вообще, вы понимаете, что у нас постоянно какие-то события происходят в городе, и естественно, это не украшает. Я всегда с этим боролся. А сейчас у нас внутри гильзии, по крайней мере, опять мы приняли такое соглашение, что это вплоть даже до исключения. Все баннеры, которые, может быть, когда-то где-то висели, с номерами телефонов агентов или самого агентства, на сегодняшний момент все сняты. Если что-то где-то остается, ну, тут, в принципе, знаете, даже вот и надойдешь, позвонил, скажет, ваш баннер, ваш баннер снимите, потому что потом будет хуже. А почему? Ну, пытаемся как-то еще объяснить, разъяснительную работу проводим. Ну, а что касается расклейки бумажных объявлений, я считаю, такой бич, конечно, это из рук он плохо. Конечно, их надо ловить и наказывать. Потому что зарешено все. Ну, хорошо, сейчас у них, не знаю, там какой-то там новый способ, они на скотч клеят, по крайней мере, хоть легко отрываются. Вот, а раньше все клеем было заклеено. Никто, конечно, это делать не разрешает. И, естественно, все противозаконно. Может быть, мы уже об этом говорили, что, может быть, в рамках гильдии риелторов, может быть, там какие-то остановочные комплексы мы возьмем, где будет это все, как положено, сделано. Какие-то рекламные проспекты можно будет давать. Но, естественно, все должно быть согласовано, чтобы это все было красиво. Ну, и хочу поговорить еще в целом о рынке недвижимости. Какова сегодня ситуация на этом рынке? Какие квартиры сегодня больше всего покупают? Кто сегодня наш покупатель? Это либо местные жители, либо те, кто переезжает на ПМЖ сюда, на Черноморское побережье, либо те, кто покупают квартиру как летнюю резиденцию? Пожалуйста. Ну, в общем-то, что касается рынка, то, в общем-то, кризис какой-то, который был в России, он где-то, наверное, в регионах и остался. Потому что у нас рынок на сегодняшний момент не стоит. То есть все как бы динамично, все развивается. Люди едут и покупают различное жилье, любое сословие. То есть, в принципе, грубо говоря, начиная от полутора, от двух миллионов, самый эконом-класс, где-то там порядка 15-20 метров. Вот, да, конечно, и до элитного. И продаются, кстати, коммерческие площади. Сейчас рынок насчет этого, что... И дисконт можно хорошее получить, и то, что раньше продавалось за очень дорого, сейчас можно купить, в принципе, подешевле. Просто знать, кому что нужно. То есть и гостиницы некоторые продаются, и комплексы какие-то там, и санатории, в общем-то, и есть люди, которые, в принципе, что-то еще хотят делать. Не то, что, допустим, сейчас такое упадническое настроение, никто ничего делать не хочет, никакой работы нет. Нет, работа всегда есть, всегда есть чем заниматься. Если, допустим, люди будут приобретать квартиры в те комплексы, которые уже построены, соответственно, они привлекают, конечно, сюда и строительные организации, которые ремонт делают, да, и обслуживающие организации. Но хотелось бы, конечно, чтобы все было в меру. То есть в меру было домов, то есть чтобы все было рассчитано. Сейчас, конечно, разрешение строительства не так выдают, как прежде. Сейчас город начинает учитывать, что если все люди приедут, соответственно, для всех должно хватать и детских садов, и школу магазинов, и, самое главное, парковок. Поэтому, думаю, на сегодняшний момент рынок придет именно к вторичному жилью. Перевышенность жилья на следующий год, скорее всего, будет немножко меньше. Сейчас остатки, наверное, уже подберут, но, может, мне кажется, в какой-то момент цена подрастет. А что касается цен, какова сегодня вообще ситуация, каковы сегодня тенденции? Увеличивается, уменьшается цена, в зависимости от чего. И в преддверии чемпионата мира, как вам кажется, ожидать, чемпионата мира по футболу, я имею в виду, ожидать ли какого-то роста цен? Ну, мы уже пережили Олимпиаду, то есть мы уже знаем, что такого, конечно, не случилось, что вдруг так цены взлетели. Конечно, они взлетели, но кто-то задрался слишком сильно, соответственно, у них эти объекты не продались. Сейчас, допустим, в преддверии Нового года многие застройщики делают акции, то есть есть какие-то скидки, есть дискон. Кто хочет продать, соответственно, снижает цену. Кто не хочет продать, там держит, если у них там ни один объект недвижимости, что касается вторичного жилья, то, конечно, цена может быть в преддверии как раз международных событий, может быть, цены и повысить. Это же просто как рынок, это можно загадывать, а что случится, не случится, мы, к сожалению, не знаем. Но в любом случае, то есть это, я считаю, на сегодняшний момент нормальное вложение именно в недвижимость, вы его сохраняете, а если его грамотно обслуживать, то, в принципе, можно будет в аренду его сдавать, может быть, там бизнес какой-то делать. Что хотелось бы сказать, в общем-то, на сегодняшний день, в апреле месяце, жилищный конгресс российский по недвижимости, который был на протяжении многих лет в Санкт-Петербурге, переезжает в Сочи. Мы будем его проводить с 17 по 20 апреля будущего года, все это будет происходить в отеле Пульман. На сегодняшний момент мы думаем, что порядка полутора тысячи соберется человек, в общем-то, это и ведущие риэлторы, и это и топ-менеджеры, и руководители агентства, и будет очень много представителей власти. И с Госдумой будет, и с Совета Федерации, там у нас на повестке дня очень много серьезных вопросов, что касается строительства, будет и Параба на этой дольщике, конечно, поговорим, какие есть перспективы. То есть, пользуясь случаем, конечно, хочу всех пригласить на этот конгресс. Там будет и пакет бесплатный для участников, там одного-двух дней есть и платные пакеты, где могут люди посетить семинары, потому что очень много ведущих бизнес-тренеров приедет. Те, которые, в общем-то, здесь вот событий на туризм, конечно, очень интересны, потому что в Сочи все хотят приехать, и хотят приехать, поэтому программа будет очень насыщенный, то есть и пленарные заседания, и будут и бизнес-туры. В общем-то, на сегодняшний момент программа готовится, но я хочу сказать, что будет очень интересно. Можно уже регистрироваться. Будем ждать этого очередного крупного события в нашем городе Сочи. Михаил Владимирович, ну и в завершении нашей программы хотелось бы от вас, как от эксперта с многолетним опытом, несколько советов для тех, кто решил обзавестись заветными квадратными метрами, как не попасться на удочку недобросовестных застройщиков, не напасть на риэлтора, который, может быть, тоже не чист на руку. Ваши советы, алгоритмы действий для тех, кто решил приобрести жилье здесь, в Сочи? Ну, самое простое, на что попадаются покупатели, это они смотрят объявления на Авито, на Циан, на таких порталах о недвижимости, и кажется людям, что их мечта может сбыться, что они могут купить квартиру за очень небольшие деньги, причем с ремонтом, иногда даже с мебелью. Ну, естественно, верить в это никак нельзя, это просто, будем так говорить, такие фейки, фонари, там их по-разному называют, эти объявления, чисто для того, чтобы человек позвонил, сказали, вот такой квартиры нет, она продана, сейчас есть, давайте, другая съездим. Ну, просто это есть какой-то такой проект, у некоторых риэлторов чаще всего это просто частные маклеры, как их называют. Лучше не попадаться вот именно к частникам, может быть, у них там услуги будут меньше, допустим, чем у агентства, но агентство, всегда в агентстве есть юрист, всегда в агентстве есть целый комплекс услуг, которые сопутствующие, и вот клиента никогда не оставят, эта репутация, она очень дорогого стоит, она годами нарабатывается, вот, естественно, все проверят, упакуют, и красивый будет подарок там по завершению сделки, то есть, если люди, которые уже обращались в крупное агентство, и для них уже какой-то опыт есть, это хорошо. Те, кто это делает впервые, все равно спешить не надо, спешить не надо, может быть, надо что-то посмотреть, с кем-то пообщаться, поговорить, может быть, посоветоваться. Конечно, рекомендую обращаться в агентство со стажем, потому что очень много агентств, которые созданы сейчас, это все-таки, может быть, это топ-менеджеры, которые уже выросли из своей должности и, может быть, открывают свое агентство, ну, чаще всего, все-таки, есть какая-то погоня за деньгами, и они не обращают внимание на мелочи. А мелочи, конечно, могут обернуться, честно говоря, для многих, и бедой. Сейчас многим квартирам, которые недорого стоят, применены самые жесткие санкции, то есть, их отключают от электроэнергии, отключают от водопровода, то есть, и, может быть, не включат никогда, то есть, даже, если вы туда уже, грубо говоря, попались, надо пытаться забрать деньги обратно и все-таки переложить в какой-то хороший объект. Сейчас на перспективу уменьшения процентной ставки по ипотечному кредиту, то есть, сейчас любой банк будет очень рад, если вы к нему обратитесь за ипотекой. Плюс какие-то программы еще жилищные есть на сегодняшний момент, и молодая семья, и материнский капитал рассматривает, и военная ипотека. То есть, в принципе, кто приобрел жилье, лучше всего обращаться в гильдии реллеров в Сочи. Спасибо вам большое, Михаил Владимирович, за очень интересный разговор. Я думаю, ваши советы будут очень полезны для тех, кто хочет приобрести квартиру. Спасибо большое. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был Михаил Титов, вице-президент реллеров города Сочи. Спасибо. Вам спасибо. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова